Доброе утро меня! 7.51 утра, и я сейчас выехал с Рест-Арии в сторону Вашингтона. Я где-то в 35 милях от Вашингтона. Сейчас убавлю зуб на радио. Еду сейчас в сторону Белого дома. Хочу там где-то поставить в парковой зоне машину и пойти погулять. По основным достопримечательностям. Правда, погода сегодня 9 сентября 2020. Погода немножко дождливая. 50% вероятность дождя, мне вот показывает телефон. Но у меня на этот случай есть курточка от дождя и зонт я взял с собой в дорогу. Поэтому мне не сильно это страшно. Но вчера было тяжеловато там ездить в Вашингтоне, потому что как-то все дороги там перекрыты. Видимо из-за того, что еще протесты проходят. Стараются как бы перекрывать основные какие-то дороги. Поэтому я решил с утра поехать. Обычно потому что протесты они начинаются вечером. И утром, я думаю, все-таки полегче должно быть. Но все равно пробка вот показывает мне. Там 12 минут пробка будет. Вот. Так что уже там увидимся в Вашингтоне. 18 минут осталось езды. Но вот тут пробка на 7 минут. Ну, я уже, получается, еду, приближаясь к Белому дому. Ко всем вот этим достопримечательствам. Основным. Вашингтона в центр, получается, еду. Ну, вот тут такая пробочка сейчас у нас. У нас сейчас 8.30 утра. Пока вот так вот ползем потихоньку. Ну, а вон с грузовым автомобилем что-то произошло. Вот и все. Пробочка рассосалась. И мы поехали. 9 минут осталось. Ну, я не заметил там какой-то серьезной аварии. Может быть, просто грузовой этот просто встал, потому что поломался. Аварии как таковой я там не заметил. Ну, а мы движемся дальше. Не знаю, будет вам интересно вот именно смотреть, как я еду. Ну, посмотрим на вашу реакцию. Я же не профессиональный блогер. Просто я сам люблю иногда вот так вот смотреть, как другие люди там на грузовых машинах ездят по разным городам. Мне вот лично это бывает интересно. Поэтому я тоже вот решил дорогу поснимать. Как я еду. Что-то говорю. Так, нам надо будет через 2 мили уйти направо. Вообще, я уже практически привык к этим вашингтонским дорогам, развязкам. Просто в каждом штате у них по-своему как бы движение своеобразное. Это зависит от ландшафта, от инфраструктуры. В Калифорнии немножко другой стиль вождения. Здесь другой. В Аризоне совсем другой. Но правила они везде одинаковые в целом. Может быть, где-то есть какие-то исключения из правил, в зависимости от штата. Но в целом правила везде одинаковые и знаки. Смотрите, там homeless people, бомж идет местный. Что-то у него не очень там понятно было написано. Колоритный такой бомж. С большим пивным животом. Ну, вон там тоже они зависают. Нереально кажется то, что вот с прошлого года, я здесь был чуть больше года назад, такое ощущение то, что бомжей стало больше в Вашингтоне. Ну, и вообще, я думаю, в Америке в целом. Сорян, чувак. Блин, я что, налево не ушел. Ну, вон там, видите, этот шпиль. Так, сейчас мне нужно будет где-то тут запарковаться. Какое-то парковочное место найти. И пойти уже здесь прогуляться по территории. Здесь все находится как бы рядом относительно. Все вот эти места основные. Вашингтон, Вашингтона, Белый дом. Там капитолий, парки различные. Сейчас найду парковку. И пойдем с вами чуть прогуляемся здесь. Гуляю на территории парка Белого дома. Так. Как тут выйти мне наружу? Вон там, вон впереди, видите, памятник закрыли металлическим забором. Ну, чтобы, видимо, мародеры там ничего не сделали. Здесь, кстати, все исписали. Черные. Lives Matter. Lives Matter. Вон там, чувак против Трампа. Здесь, смотрите, черные. Видимо. Stay their names. Да, весь забор исписан. О, вон там огромный транспарант. Plague Lives Matter. Вон там, вон впереди. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вся стена исписана. Продолжаем дальше гулять по Вашингтону. Вся стена исписана. Вся стена исписана. Я чёрных, если честно, здесь немножко побаиваюсь. Они какие-то реально здесь неадекватные. Как вот вы видели по видео, как бросился там практически под мою машину один чёрный. Они вообще, блин, сумасшедшие. Надо быть с ними очень аккуратным. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Здесь особо такого я не вижу. Здесь более как-то все цивильно выглядит. Судя по тому, как я здесь все вижу, здесь наверное более мирные протестующие. Субтитры создавал DimaTorzok Здания здесь очень симпатичные. Вообще Вашингтон мне в целом нравится, если сравнивать с другими городами Америки. Здесь исторические здания, то есть сохранено вот этот внешний вид этих зданий и видно то, что очень качественно они сделаны на долгие годы, на десятки лет. Ну и здесь ощущается то, что здесь конечно интеллигенция живет. То есть всякие там деятели искусств, деятели государственного аппарата, сенаторы там различные. Немножечко дождь капает, не сильный. Немножечко дождь капает. Немножечко дождь капает. Самокаты. Самокаты. Велосипеды на прокат можно взять. Вот еще белый дом, но уже с другой стороны. Нет, сейчас попробую этого чувака что-то спросить. Какое чувак? Какое чувак? Какое чувак? Какое чувак? Ну, это библия. А, это библия? Да. Так вот, это библия. Так что, как это говорит? О, Джеймс библия. А? О, Джеймс библия. А, да? И они сказали, что многие 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 вещи. Если люди возвращаются к библию, то они могли быть в большом состоянии. Вы христиан? Да, сэр. Не лучший, но я христиан. Я христиан тоже. Я христиан. Я христиан. Я христиан. Я христиан. Я христиан. Я из России. Но вы ветеран? Да, я. Вы в Вьетнам? Да. Я христиан. И я христиан. И я христиан. Что вы думаете? Вы думаете это потому, что Трамп? Нет. Это было раньше, да? Это было раньше. Так что вы думаете о Трампе? Трамп хорошо или нет? Он хорошо. Он хорошо. Он хорошо. Какие люди вы знаете, что он уйдет на жизнь? Он был. Какие глупостные. Я говорю, что глупостные люди. Они не понимают Трамп. Но почему ветераны не защищают? Почему ветераны не защищают ветераны? Почему ветераны не защищают ветераны? Почему это так? Они организованы в том, чтобы нам помогли. Мы хотим найти дом. Удачи. Нет. Вы должны найти эти домов. У вас нет денег. И они не помогают. Ты потерял свой дом, да? Я потерял всю жизнь. Я потерял всю жизнь. Но вы американец, да? У нас американцы. У вас паспорт? Многие. Ветераны. Я видел много ветераны. Вы знаете? И вы знаете, почему мы не были свободы? Почему? Потому что вы не были свободы. Когда вы наоборот на публике, или что-то, или что-то, или что-то, или что-то они будут правы. Это страна не свободы, это значит, да? Это как... Это как фейк. Да. Это как фейк-баллит. Вы не видите меня на ТВ. Да, все это фейк. Я был здесь за 6 месяцев. Вы знаете, почему вы не видите меня на ТВ? Потому что я говорю truth. Да. И они не нравятся права. И они нравятся права, я знаю. Хорошо, спасибо очень, сэр. Вы знаете, что за мной на поговорке, надеюсь, что вы это сделали хороший ранний канал. Да, спасибо очень, сэр. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.